Расскажу про технологию BAM3 XGST, она так называется генерируй дерево, это не про сохранение там лесов в Амазонке, это про вообще генерацию HTML, про то как мы генерируем страницы. Вот у нас есть какие-то данные, а надо HTML получить. Ну а самое интересное это вот этой черной коробочке, непонятно кто и как это дело генерит. Вот я не знаю, тут есть вообще разработчики? Есть тут вообще разработчики, ладно. Есть? Вот у кого чего вот в этом вот квадратике, в кубике? Можете рассказать? Ну мне так интересно. Давай-давай. А, ну если на сервере собирать, то tweak, если на клиенте, то на бэкбоны там соответствующие шаблонизаторы какой-нибудь. Ну а... А, шаблонизаторы какие? Ну этот... Со скобочками. А, ну со скобочками которые, да? Ну да. Да, понятно. А кто-нибудь еще как-нибудь генерит интерфейсы, нет? По HP? Jade бывает? Тоже круто. Что, кто там по HP сказал? Ладно, не важно. В общем, мы для этого используем шаблонизаторы, которых вообще вот миллион, там этих шаблонизаторов, тысячи их, а нам достался вот такой. Ну это по историческим причинам template toolkit. Собственно, вот та вот же картинка, которая с квадратиком была, она для нас выглядит вот таким образом. Нам данные подготавливает Perl, отдает их в template toolkit в шаблонизатор, мы там что-то колдуем с ними и выдаем их в браузер. Вот. Собственно, шаблоны на этом шаблонизаторе, они простые, там есть какие-то конструкции. И если мы хотим делать какие-то конструкции посложнее, мы можем там делать макросы. Главное, что тут видно, что у него разметка сразу здесь и доступ к каким-то данным. Я рассказывал на большой сцене, что это нам не очень нравится, мы там любим двухстадийную, двухпроходную шаблонизацию. А ты когда вот хочешь писать вот такой код, ты такой сидишь вот перед этим вот всем счастьем, берешь такой один блок, потом второй, третий напишешь, ну и у тебя что-то вот такое получается. В общем, если серьезно, то ТТ нас не устраивает по вот таким признакам. То, что он может кому-то нравиться, что он простой, без компиляции, там можно перловые вставки делать, а нам не нравится то, что он медленный и невыразительный ни разу. Вот. Как я сказал, мы любим двухпроходную шаблонизацию. И это что означает? То, что у вас есть данные, а их надо преобразовать в такой набор блоков, которые примерно выглядят, как страница выглядит. А потом это все счастье преобразовать уже в конечный вид. Ну, то есть HTML разукрасить это все, чтобы оно красиво выглядело. По сути, это вот про преобразование технологий, это вот такое. Это какие-то данные преобразуются в BAM JSON, а BAM JSON преобразуется в HTML. Вообще, кому-нибудь это знакомо, нет? Да? Хорошо. А то я думаю, сейчас расскажу кому-то что-нибудь непонятное. Собственно, BAM JSON что из себя представляет? Так, напомню для тех, кто не знает. Расскажу. Есть конструкция блок. Это указывается, какой блок. Видно что-нибудь? А, он там не показывает. В контенте, ну, вот это вот блок, допустим, страницы. У него есть элемент head, у каждой страницы. У него есть элемент body. В конечном итоге он превратится в что-то вот такое. Нам нужно вот этот BAM JSON как-то генерить. В принципе, в Яндексе достаточно успешно применяется технология Priv.js. Это такой plain.js для генерации вот этого BAM JSON. Там простые функции, там есть доступ к данным. Они, эти функции вызывают другие функции, те функции зовут другие функции. И в конечном итоге разворачивают большой здоровый BAM JSON, который потом идет на вход шаблонизатора BAM HTML и генерируется. Это вроде там круто, быстро, сердито, но при этом неудобно. Это невыразительно. Мы же тут не программисты, мы любим шаблонизаторы, а это прям программы почти писать надо. Там функции какие-то, неведомо что. Вот. Поэтому мы используем технологию BAM 3. Я, ну у нас она называлась BAM 3 XGST, от нее XGST оторвали, чтобы не путать людей и не пугать. Вот. Технология, это технология для генерации BAM 3 дерева. Просто BAM дерево. И она синтаксически похожа на BAM HTML. Та же вот схемка с квадратиком в смысле с кубиком выглядит каким-то таким образом. У нас Perl также подготавливает данные. Они обрабатываются BAM 3 шаблонами, они обрабатываются BAM HTML шаблонами и отдаются уже в браузер. Причем для Perla это выглядит как тот вот кубик. Они отдают в V8 какие-то данные, мы уже генерируем HTML. Там это все прозрачно. Причем мы имеем возможность из JavaScript кода дергать перловые какие-то методы. Но это уже хардкор. Это никому не интересно. Шаблоны BAM 3 лежат все так же по методологии. Там же, где у нас шаблоны для BAM HTML, где CSS, то есть BAM 3 файлы, они находятся со всем основным кодом. И для генерации вот такого BAM JSON, вот того же, который мы вначале рассматривали, шаблон выглядит примерно так же. В этом как бы и профит этого шаблонизатора, то что он именно рассчитан на генерацию BAM JSON. Он синтаксически на него смахивает. Тут что написано? Для блока бейдж надо в контент вложить элемент head и элемент body. Причем тут еще контент этих элементов не задан. Мы можем взять и написать шаблон на любую эту сущность. Вот, допустим, шаблон элемент head будет представлять из себя что-то такое. У него там вкладываются меты, тайтлы. И причем у нас вот здесь есть доступ к данным. Все, что от Perl нагенерил. И мы можем там вставки делать. Это не эти вот кавычечки и прочее. Мы прям работаем с настоящими джаваскриптовыми данными. Ну то есть вот то, что вот после двоеточия, это вообще джаваскрипт можно считать. Так, шаблон для body. Ну вот, в чем еще профит от всего этого дела? Допустим, вот у нас есть тело страницы. Оно имеет какой-то дефолтный контент. Но когда у нас в данных есть какой-то такой хитрый параметр, который, допустим, выбирает страницу, мы берем и показываем вообще другой контент. И таких шаблонов мы можем написать тысячу, сколько угодно. И какой из них, так сказать, первый сработает, тот мы... Ну, тот и главный, тот и папа. Вот. Тот контент будет выдан на страницу. Ну и причем вот отсюда изнутри можно позвать предыдущие. То есть вся сила переопределения до определения здесь проявляется максимально. Допустим, в Priv.js или в каких-то других шаблонизаторах дела с переопределением до определения совсем плохи. Тут еще есть такой один момент. Мы, к сожалению, это не используем, но вещь очень сильная. Когда сами блоки... Вот, допустим, есть у вас новости на странице. Вы шаблоны для них, всякие CSS и элементы, их описываете в одной вещи. Почему бы тогда и не описать способ хождения за данными за данными для этого блока здесь же где-то рядом? И это можно сделать в M3-шаблоне. У меня, к сожалению, нет про это картинки. Чтобы у вас шаблон сходил за данными и потом их быстренько отшаблонизировал, отдал, преобразовал в HTML и все вперед. И отдался в браузер. Собственно... Все равно я быстро все рассказал. В общем, плюсы это как бы синтексис, который простой, понятный... Ну, как понятный? Если вы знаете предметную область, он достаточно понятный. Декларативный подход. Это вот то, что я писал про... Ну, вот это. Задекларировали одно поведение, задекларировали второе. Какому повезло, которое сработало, то... Ну... То и хорошо. То есть вы не вкорячиваете кучу if-ов, каких-то императивных вот этих вот вещей, а вы просто декларируете, как себя страница должна вести. Декларативность мы очень любим, используем везде. Это по-нашему круто. Ну и BEM-ориентированность, понятно, оно даже называется BEM-3. Минусы – это все тот же синтексис, потому что, ну, не все сразу готовы принимать такой подход. Ну и компиляция – процесс, который накладывает свои, не знаю, ограничения во время разработки. Но, в принципе, JS-синтексис, который сейчас есть уже в BEM-коре, он облегчает достаточно. Там компиляция проходит очень быстро. Лежит это вот все в BEM-кор. Эту технологию можно использовать, попробовать. Я не уверен, что есть там примеры, но можем поискать. Я сейчас, к сожалению, не скажу. Вот, как-то так. Зовут меня Сергей Максимов, если я забыл представиться. Я работаю в директе руководителем отдела. Ой, группы. Отдела – это много. Все. Есть у вас какие-то вопросы? Можем дать микрофон на один вопрос и потом отправить Сереже общаться куда-нибудь сюда. Вопросы. Здравствуйте. Вопрос такой. Вы сказали, что у вас блоки сами не ходят за данными. Да. Почему вы не используете такой подход? Ну, потому что у нас такая архитектура. Нам данные готовят бэкэнд. Это отдельная команда разработчиков. И это вот перловый код. Это он создает все данные, которые нужно потом отшаблонизировать. То есть, получается отдельно, да? К вам приходят данные, а потом вы эти данные визуализируете. Ну, вообще, да. Но есть хитрый момент. У нас есть некоторые блоки, которые, допустим, умеют сходить за файлом на диск. Ну, это, считай, данные получил. Он сам сходил за диск за какими-то там джейсоном, а потом его отрисовал. Это происходит все в рантайме. Ну, кэшируется, конечно, но лежит у нас и, как бы, монтейнится нами. Вы стараетесь не использовать такой подход? Мы не то, что не стараемся. Это гибкость, что ли? Ну, в чем минусы такого? Мы не то, что не стараемся. У нас архитектура такая, что она нас вынуждает действовать несколько по-другому. Но была бы возможность, я бы так делал. Это, мне кажется, очень удобно. Спасибо.